Нередко редакция Амурская служба новостей освещала и разбиралась в вопросах нечестных госзакупок. Более подробно на эту тему мои коллеги смогли поговорить на прошедшем форуме Общероссийского народного фронта за честные закупки. Между тем вопрос подобных закупок назрел и в нашей редакции. Все чаще аукционы в сфере СМИ в Амурской области выигрывает один телеканал. Кабельные и спутниковые остаются за гранью событий. Моя коллега Любовь Ломакова выясняла, есть ли момент нечестной борьбы в этих конкурсах. Какие-то нарушения или все идет в рамках регламента. Освещение деятельности областного правительства и амурских министерств. Телеканал свой уже не раз пытался разбавить свой эфир этой не менее нужной и важной информацией. Правда, чтобы делать соответствующие программы, прежде телеканалу нужно выиграть аукцион. Анализ тендеров последних двух лет выдал показательную статистику. Большую часть выиграла ВГТРК Амур. Счет выигранных аукционов идет на десятки миллионов рублей. По итогам 2014 года из 30 аукционов ВГТРК выиграли 20 аукционов как единственные участники. То есть, кроме них, их никто не может выйти на этот аукцион. Проще говоря, другие телеканалы при Амурье на этот аукцион даже не подают заявки. Вернее, вынуждены отстранены от этой процедуры. Барьером здесь выступают тех задания, в котором, например, исполнителем может стать телеканал с эфирным телевещанием. Впрочем, выросшая популярность в населенных пунктах спутниковых антенн задает встречный вопрос. Так ли популярно и востребовано эфирное вещание в области? Телеканал свой недавно совершил большой шаг на встречу жителям области. Вышел на спутник. А это означает, что зона покрытия выросла в разы. Но все равно претендовать на участие в аукционах мы можем не всегда. Виной тому все то же тех задание, где прописано только эфирное вещание, а не спутниковое или кабельное. На прошедшем антикоррупционном форуме в Хабаровске специалисты Общероссийского народного фронта уверяют, данная проблема есть практически в каждом регионе России. И уже в ближайшее время фронтовики будут добиваться создания прозрачных условий по закупкам в СМИ. Мы выносили этот пункт отдельно, отдельно обсуждали с журналистами в Москве, отдельно обсуждаем в каждом регионе. Тяжелейшее тело, потому что непонятно, как это сделать. Не понятно. Министерство экономического развития пока нам не помогает. Не участвует никак в этом. Журналисты нам помогли, написали свои предложения. Впрочем, одним из условий в ряде закупок в сфере СМИ остается охват территории более 90%. Все ли телеканалы подходят под это описание? С данным вопросом местное отделение ОНФ обратилось в Амурское управление Федеральной антимонопольной службы. В ответе ведомства значится, что кроме вышеназванного канала охват 90% имеют еще ряд других. МУСТВ, ТНТ, СТС, НТВ и другие федеральные каналы. Так что, по мнению Амурского УФА, с речи о монополии идти не может. Условия об охвате территории телевизионным вещанием не менее 90% не являются ограничительным условием для доступа телевизионных СМИ к участию в электронном аукционе. Таким образом, установление условия об охвате территории телевизионным вещанием не направлено на ограничение конкуренции и доступа телевизионных СМИ к участию в торгах. Но вряд ли перечисленные телеканалы будут участвовать в аукционе на освещении деятельности правительства Амурской области и министерств. Так, местные кабельные и спутниковые телеканалы остаются за границей участия в конкурсе. Между тем, Общероссийский народный фронт уже в ближайшее время поднимет вопрос о прозрачности условий по закупкам в СМИ. Как минимум, одно из предложений – создать отдельный конкурс для интернет-СМИ. К слову, у Амурской службы новостей также имеется свой сайт. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Виктор Швецов. Амурская служба новостей.